Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Умер в Москве от сердечного приступа. Мы в редакции посчитали это важной новостью, поэтому выражаем свою скорбь публично. Шатунов – это целая эпоха, это лицо нашего поколения. А белые розы навсегда останутся гимном 80-х. В гостях хорошо, а дома, может, и не лучше, но точно безопаснее. Особенно, когда папка грозится поднять этих гостей на смех. Вернее, на воздух. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Реальная журналистика» и «Ермак Медиа». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, все последние недели, слушая наших чиновников, я искренне удивлялась, почему они так запросто угрожают Европе и Америке в частности. Ведь их семьи живут далеко не в России, а значит, могут оказаться в опасности. Вот взять, например, того же Медведева. Помните, как он красноречиво говорил, что он всех их ненавидит? Я еще тогда подумала, забыл он, что ли, что его родной Илюша вообще-то живет там и работает там. Но все встало на свои места на этой неделе, когда вдруг выяснилось, что сын запасного президента возвращается в родные пенаты. Оказалось, что за резкие высказывания папашки у отпрыска отозвали американскую визу и настойчиво попросили свалить в закат в течение 48 часов. Правда, ни одно СМИ, опубликовавшее эту новость, никакими более-менее внятными пруфами ее достоверность не подтвердила. Так что будем считать, что Илюша вернулся в Россию по собственной воле. Это что-то вроде «Крошка сын к отцу пришел и спросил сквозь хохот, там-то жить так хорошо, что же тут так плохо?» Ну а вместо тысячи слов в ответ тут же получил партийный билет Единой России. Да-да-да-да, мы другого как бы и не ожидали. Зачем переводить слова, когда в партии стоит никому не нужный пустой стул, занять который и предложили гениальному уму современности. Вы понимаете, что это значит? А я вам скажу, что теперь денег нет, но вы держитесь, станет куда более шире, потому что в России Илюша собирается заниматься развитием спорта, образования, здравоохранения, а также оказывать поддержку предпринимательству, импортозамещению и цифровой трансформации государства. Честно говоря, последние три слова для меня как белый шум, но уверена, что большинство из вас поняли, о чем речь, если уж это не дано мне. Так вот, надеюсь, масштаб личности Медведева-младшего вас удивил не меньше, чем меня. И вы тоже, как и я, свято верите в то, что на нашем социальном лифте может подняться абсолютно любой россиянин. И быть для этого сыном чиновника вовсе не обязательно. Но, как вы понимаете, это не точно. Нет, правда, искренне хочется верить, что Илюша не из тех, кто готов прийти на выручку, только если она внушительная. Поживем, как говорится, увидим. А, возможно, и нового президента в его лице. Ведь он вам реально не Димон. А между тем, сразу после приезда в Россию сынишки, папашка решил пуститься во все тяжкие и выступил против восстановления отношений с США. Он считает, что Америка в настоящий момент в точке нуля по Кельвину и размораживать ее сегодня не надо. Это была цитата высказывания господина Медведева в своем телеграм-канале. Там же, кстати, Дима выступил и великим психотерапевтом, поставив американскому президенту вполне конкретный диагноз. Раздвоение личности, пишет Медведев, штука в политике небезопасная. Видимо, новость о депортации ранее все-таки соответствовала действительности. Раз уж настолько разозлила зампреда. Но и это еще не все. Позже он призвал противостоять попыткам Запада переманивать специалистов из России. Да не просто там токарей или мастеров клининга, а профессионалов из сферы технологической безопасности. Опачки. Поздно вас, дядя, разбудили. Об этом заранее побеспокоиться следовало бы. А теперь, когда в скором времени мы рискуем остаться без иностранных комплектующих вообще, никакая быстрая или слаженная работа нам не поможет. Кстати, в апреле стало известно, что именно Медведев отныне будет возглавлять технологический суверенитет России в IT. Соответствующий указ можно найти на портале правовой информации. А че, нормально. Димон когда-то возглавил комиссию по борьбе с новыми инфекциями. Ну, скажете, неудачно? А по-моему, так все супер. Когда Димон понял, что с короной ему не справиться, он переориентировал наше внимание на спецоперацию. И вот уже люди гибнут вовсе не от насморка. Получается, что миссия-то все-таки выполнима. И неважно, какими средствами. Ведь победителей-то не судят. Короче говоря, если Димон взялся, то доведет дело до конца. Правда, до какого, пока непонятно. Наверное, до нашего любимого. Когда с чем-то боремся и активно сражаемся, а на выходе, понимая, что эксперимент провалился, трансформируем его в государственную тайну. Примерно то же самое на этой неделе произошло с размером золотого запаса России. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о признании гостайной размера золотовалютных резервов. Причина вроде как очевидна. На фоне происходящих событий эта информация не должна стать известна недружественным странам. Потому что почему-то Россия считает, что наше золото может войти в седьмой пакет санкций Евросоюза. А так нет сведений, нет и самого золота. Но что-то подсказывает мне, что уши здесь торчат вовсе не от того животного. И если зайти на сайт Центрального банка России, да проанализировать динамику наших международных резервов, то как бы становится очевидным, что до предполагаемых событий он неуклонно рос. А уже с 25 февраля наметился стабильный минус. Причем сразу на 14 миллиардов долларов США. На сегодняшний день эта цифра убытков составила 49 миллиардов долларов США. А кто из нас стал жить лучше? Вы у меня умные и сами легко ответите на этот вопрос. Но я вам немного подскажу. А никто. Потому что запасы уходят в одном известном только богу направлении. И народу это явно не нравится. А раз не нравится, значит надо сделать гостайной. По крайней мере пока. И не факт, что когда тайна станет явью, там... Казна пустеет ваша светлость. Но, друзья, а вам не кажется, что у нашего государства слишком много от нас тайн? При этом сколько бы золотых мы не закапывали на своем поле дураков, это всегда оказывается в поле зрения того же государства. 2-0 и опять не в нашу пользу. Хотя и это не все. Я вас уверяю, существует и то, что называется 3-0. Вы, наверное, в курсе, что на прошлой неделе российские регионы получили задание восстановить пострадавшие от спецоперации украинские территории. Ну или, как их сейчас по-модному называют пропагандисты, экс-украинские территории. Донецк и Луганск отошли в подшествство Москве, Мариуполь, Петербургу. А вот наша Свердловская область возьмет Макеевку. И таких регионов десятки, причем каждая из них будет восстанавливаться из собственных средств города или области. Это вам не Крым, там деньги были федеральные, а тут казна и так потратилась. Так что земляки раскошеливаемся. Нам надо починить жилой фонд, дороги, сады и школы, инфраструктуру. Короче, все то, чем не богат наш собственный район. Хотя справедливости ради отмечу, в этом году Екатеринбург реально преображается. Я сейчас про его дорожную часть. Большинство покрытий заменены, причем бехотон на гладкий асфальт. Искренне не понимаю зачем, но, видимо, им виднее. Также в большинстве районов положены новые бордюры. Тоже не понимаю зачем, но и поставлены двойные светофоры. Вот такую картину на этой неделе можно было наблюдать на перекрестке 8 марта Кубышева. Там рабочие установили новый светофор. Найди 10 отличий от старого, но забыли его подключить. В итоге, двигаясь по 8 марта в сторону Кубышева, издалека ты видишь неработающий светофор. И только значительно приблизившись, замечаешь, а он все-таки что-то там регулирует. Ну ладно, у нас тут жара была, может, кому и в голову ударило. Я, кстати, смотрю, мы особо не запарились из-за санкций. Когда наши чиновники поняли, что из-за санкций не ездят тем больше на Бентли, да на роверах, они быстренько подсуетились и приняли закон о легализации параллельного импорта. Это что-то типа, эй ты, залезай в заборе щель. По задумке он значительно упрощает торговлю некоторыми товарами. Ну, для того, чтобы мы и с вами не почувствовали свою ущербность. На фоне санкций цены на некоторые товары значительно выросли. Этим, кстати, я возмущалась в одной из наших прошлых программ. Так вот, чтобы определенный товар не стоил нашего пятилетнего рабства, Госдума разрешила ввозить его без разрешения правообладателя. За это компания не получит никакого наказания. Ни административного, ни гражданского, ни уголовного. Супер, подумала я и полезла в список обозначенных товаров. И, о чудо, я не нашла там ни порошки, ни зубные пасты, ни продукты питания. Зато встретила Бентли, Майбах, Плейстейшн, оружие, боеприпасы, ядерные реакторы и многое другое. Короче, поняла, что параллельный импорт – это тема не про нас, это для них, для слуг наших народных. Но если что-то перепадет и холопом, то лично я буду очень рада, потому как в импортозамещение я, увы, не верю. Ага, похоже, не поверили в него и чиновники, раз разрешили параллельный импорт. Видимо, поняли, наши колокола – это реально ни кола, ни двора. На этой неделе стало известно об идее выпустить в России квас со вкусом колы, причем по задумке кваса кола собирается быть освещенной. Этим объясняется эпичное название напитка – колокола. Ну, хоть не купола, и то ладно, а по кому звонит колокол, мы как-нибудь разберемся. А я, друзья, в очередной раз задумалась. Вот многие россияне кричат, не надо нам ничего их заморского, пусть валят из страны все. А сами что? Надо моделерам придумать красивую российскую форму, красивую, красочную форму. Но была же красочная форма в Макдональдсе, помни? Не нужна нам Макдональдс, нам нужна российская форма. А бургер вам нужен американский, получается? А Макдональдс вам не нужен. Девушка, вы не заблудились? А сами начинают судорожно искать аналоги ушедшему. Ушла кола – пришла кваса кола. Ушел мак – пришел вкусная иточка. А зачем? А почему бы не возродить старый добрый тархун, дюшес, блины с мясом, блины с творогом? Что за безумное поклонение навязанным стереотипам? Ну, хотите вы выпустить христианский квас? Ну, сделайте это. Ну, пиарьте его, исходя из концепции, а не потому, что это кола – фаворит молодежи. Только не вздумайте спекулировать на больных и убогих. От употребления вашего кваса ноги у раненых спецопераций не вырастут. Да и сквозняк в голове не успокоится. Это не считая того, что хлебный напиток – это по большей части возрастное лакомство. А молодежь предпочитает качественно другие способы утоления жажды. Например, виски-кола. И в эту структуру квас, по-моему, ну прям вообще никак не встраивается. Так к чему потуги? Ну, видимо, просто другого импортозамещения у нас для вас нет. А потому пьем, что дают, и активно пересаживаемся на российский автопром. Вот как-то так, друзья. Ну, на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok